Микс Ньюс 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 Что же такое дизайн? Спросил голос в нашей заставке И надо признаться, что по мере продвижения с нашим проектом Давай и по мере того, как нам приходят гости, которые работают с формой мы убеждаемся с Марисом, что дизайн решает больше всего часто. Я Андрей Лешкевич Марис Морканс и звукорежиссер Родион Золотарев. Программа Давай в эфире. Наши сегодняшние гости не могу не позволить не скаламбурить, что это золотые гости это ювелиры, создатели ювелирного бренда РУМ 88 Лидия Хлинова Здравствуйте. Это я, здравствуйте. И студент отделения дизайна по металлу Латвийской академии художеств, что к слову напротив нас находится Том Каткевич. У нас на вашем месте сидели архитекторы а сейчас вот тоже архитекторы но только архитекторы малых форм Вы с этим определением согласны, что ювелиры это архитекторы? Сто процентов я, например, черпаю вдохновение в большинстве случаев из архитектуры. Вы художники, дизайнеры, ремесленники все вместе все в одном Ну я вот с Томом успел чуть-чуть дефиром пообщаться он признался, что он действительно сам все делает он сам себе и дизайнер, и художник, и пиарчик Ну да, когда ты начинаешь у тебя нету этих денег чтоб ты мог найти кого-то кто делал дизайн какой-то там лого или что-то такое надо все самому все надо попробовать что ты понял что ты можешь что ты не можешь сделать Да, как ты так А у вас вот вы тоже пришли в кольцах мы сразу обратили внимание это ваша работа? У меня, да У меня тоже, естественно я не ношу вне свои работы Окей Да, вот Том интересно это кольцо намея, да? Да Да, намея есть Да И чтобы его сделать то нужно уже иметь определенный определенный уровень, да? Да, конечно это как бы Это тест такой, да? Да, я считаю что каждый ювелир в своем жизни должен сделать один намей это как ну надо попробовать тогда когда ты делаешь намей ты ты как сказать ну тебе надо многие знания Результаты и нескольких этапов Да, правильно да чтоб ты его сделал и если ты их не знаешь тогда ты вот не сможешь сделать его Лидия, обязательно вам это делать? Ну я вам скажу что намейс я делала однажды один стилизованный такой скорее я исправляла один намейс который был слишком классический и добавляла к нему такую лаконичность и современный мотив но это был тест в свою очередь но он не был на начале моего пути и я не считаю что всем нужно пройти через нам чтобы быть ювелиром что же знания надо иметь обладать чтобы понять что ты готов там и плести надо по-моему ну там большой процесс это все отвисит как ты хочешь работать например если ты хочешь сделать все из нуля тогда надо отлить металл сделать прокат 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 да тогда надо знать какой размер и его надо замотать и да я могу рассказать все рассчитать самое сложное это вот рассчитать на такие завернутые вещи сколько в итоге чтобы получился правильный размер должен заранее знать точно какую брать длину и это немножечко ну для меня это немножечко сложновато потому что с математикой в школе я не дружила сильно и расчеты мне дается сложно я поначалу очень часто делала три кольца для того чтобы попасть в точный размер мне было проще мне было проще что-то делать и уже делать и делать айда получится чем все точно рассчитать сейчас конечно это уже дело опыта и калькуляции я делать научилась в размер попадаем вот но нам из да это такой многоуровневый проект но опять же если один раз один раз да я посмотрела на нам есть много деталей много элементов ну это так опять же когда один раз ты этот путь прошел все четко записал рассчитал дальше уже работа идет легче именно поэтому когда мне задают вопрос сколько вы времени тратите на то чтобы сделать одно кольцо я очень затрудняюсь с ответом потому что то время когда ты тратишь на это кольцо когда ты его делаешь в первый раз это одно когда ты повторяешь изделие это абсолютно другая история то есть разработка модели это то что занимает больше всего времени вот я к этому и хотел привести это можно перевести что это такие рудименты это же это кольцо оно не имеет значения как оно сейчас выглядит потому что это кольцо символ да то есть это ну вот символ вот это как буква а там да она всегда а да и если она по-другому написана да то это другая буква а а то чем мы вот в телефоне пишем да все время одно и то же и это это имеет символ вот нужно ли обращаться к прошлому да и повторять старые старые формы ну я думаю что может быть да потому что все идет от карт ойс ну повторяется все повторяется и если ты если посмотреть что делали другие времена тогда и если посмотреть что делать теперь ничего много не меняется как ну какие дизайн меняется больше потому что сейчас не актуально кольцев эти яйца фаберже не актуально ну кто кто их делает эти ну ювелиры за это не берутся короны ордена да и их делают к ним обращаются ну мне кажется причина в том что яйца были выполнены настолько совершенно что мало кто рискнет браться за это разрабатывать такое же яйцо потому что он уверен что никогда не сделает лучше фаберже да но и храмы не строят как прежде домские соборы не строят лютеранские там католические храмы сейчас все современные они не такие не с такими затратами и мне кажется что и дизайнеры в украшениях тоже пошли дальше и используют пластик титан и 3d печать ой 3d печать 3d печать хороша для того чтобы сделать что-то что невозможно произвести руками то есть дать определенную толщину пропорцию какие-то сложные конструкции упростить производство но я считаю и это в принципе философия моего бренда то что ювелирное изделие должно иметь human touch и например форму изначально я всегда делаю из воска вручную именно таким образом то есть на 3d если я даю это же кольцо и прошу его нарисовать мне в 3d для определенных целей чтобы сделали профессиональное крепление для камня чтобы увеличили размер и чтобы запустить изделия в производство они пытаются нарисовать мои кольца но в итоге я просто не могу на них смотреть потому что в 3d очень сложно изобразить естественные закругленные углы какие-то неровности прием пластика да и вот эту вот естественную линию которая немножечко будет волнистой немножечко несовершенной и где-то скошенной и несимметричной то есть этого в 3d добиться очень сложно то есть все равно нужно дорабатывать да я считаю что комбинированные техники это наше будущее из-за этого и строится цена как бы окончательного произведения скажем так то есть не только использование камней определенных которые там в градации выше или ниже по цене ну цена это такой вопрос тут дело даже не в себестоимости только а в всем концепте и то как ты рум 88 да то есть это все целиком весь этот маркетинг конечно это конечно маркетинг множество факторов влияет на цену плюс личная твоя личная оценка своего продукта как я думаю что любой художник скажет что это самый сложный вопрос как оценить свою работу да это самое сложное да вот в будущем в настоящем тоже ну и в настоящем сначала думаю надо смотреть на материал и ну не на материал ну какие-то технологии например что если 3d модель сделать надо какие-то деньги заплатить чтобы его сделали с вас с васками и отлить тоже это стоит что-то да и вот эти цены надо посмотреть сколько это в сумму да и тогда посмотреть что ли сколько времени это все берет потому что найти этого человека это берет время ехать туда-сюда и это все берет время и тогда можно смотреть сколько будет стоить это это себестоимость а вот что касается именно ну вот этой вот там душевной работы творческой это трудно это душевную творческую коммерческую деталь хозяин бренда определяет сам анализируя наверное конкурентов и того кто входит в мастерскую подсчитывая себестоимость но опять же мы говорим о себестоимости если ты это делаешь в латвии в мастерской сам и также вовлекаешь в процессы еще каких-то специалистов это одно если у тебя есть разработанная модель в 3d ты ее высылаешь в китай там это печатают за небольшие деньги себестоимость абсолютно другая то есть на этом всем нужно играть смотреть считать в будущем могут быть востребованы опять вот яйца фаберже ордена короны вот к этому к этому может обратиться там там потребитель ну если короли появятся просто вы же можете с материалами работать и с другими же но вы выбрали металл да ну там цветной металл да почему почему выбрали цветной металл ну я выбираю золото потому что это крепкий металл он красивый и долговечный почему не титан ну допустим что у нас в Латвии нет возможности производить титановые украшения это раз ну и на мой взгляд он это очень неподатливый материал так скажем потому что если с серебром и золотом ты можешь играть его плавить подпиливать и как-то он то есть это материал благодарный как краски не знаю его всегда можно всегда можно убрать добавить растянуть то титан это такая вещь что должен быть абсолютно точно как в архитектуре готов проект и если там что-то уже не так тебе надо переделать абсолютно всю конструкцию я соглашаюсь да ну вот есть люди конечно которые разбираются там и не ювелиры да которые видят сразу по металлу его качество там или стоимость но большинство вот если так сказать обыватели очень людей просто привлекают вот часто блестящие вещи эти сфоровские пресловутые которые как многие говорят это там стекло по сути даже ничего такого задавали себе вопрос почему вообще людей вот этот блеск привлекает золотые цепочки вот такие ну да вот эта вся история что в этом кроется возможно то о чем вы говорите это наверное не то что привлекает их они хотят быть привлекательными методом быть заметными блестящими статус это одно из первых вещей в ювелирном бизнесе это то что ждет клиент основной то есть какая роль ювелира в жизни вот статус ну нужно это профессия понимаете ювелирные украшения носят носят все почему люди почему они почему вот украшать себя обладать это первая наверное вещь ну да чтобы ну показать что вот какой-то свою индивидуальность да раскрыть то есть у тебя может быть типовое изделие но в комбинации с сертигами с цепочкой ты все это миксуешь и у тебя получается твой уникальный стиль то есть ты себя декорируешь свое тело в зависимости от того что тебе подходит что тебе больше идет если при правильном выборе этого всего это будет идеальная дополнительная деталь финальный акцент который сделает тебя Том качает головой соглашается да а сакральное значение откуда оно появляется это уже очень индивидуально я думаю ну например если ты латыш и ты любишь любишь Латвию ты хочешь нами вот тебе надо нами и литовцы тоже ну литовцы тоже вот тебе надо нами он будет его носить вот потому что нами а другие люди ну там православный крест да крест например да ну вот такие ну если ты артист ты хочешь выглядеть экстравагантно и интересно и ты смотришь вот как я сказала на свою одежду и это украшение как акцент да вот это очень ну а кольцо для помолвки свадебные кольца они же они же совмещают и сакральное и и уникальное статус ну может и статус уникальное ну это определенный символ почему бриллиант можно же без бриллианта вот почему должен быть бриллиант он мергает если посмотреть не настоящий бриллиант какой он выглядит в солнце или если посмотреть настоящий он блестит так как никто а молотком проверить тоже можно да ну да тогда ты его разбьешь да но при этом если подойдет огонь к бриллианту то бриллианта уже не будет то есть это такое уникальное уникальное вещество которое одновременно невероятно твердое то есть делает бриллиантовое напыление стоматологические оборудования убор машины и тогда это лезвие получается невероятно крепким но при этом если его нагреть бриллиант то он просто расколется а вот с этими с кольцами которые вот мужчины делают предложения да это как помолвка да но оно же да оно же в принципе должно быть одноразовым да предложение одноразовым может быть ну и как бы и коллекцо а коллекцо может быть одноразовым да а в смысле его потом нельзя переперепи ну передарить и лучше его дарить один раз ну да ну это как можно ну а вы вот вы лидер работаете с золотом да вы сказали преимущественно самые дорогие металлы и камни с которыми вы работаете золото бриллианты платино платино да ну вы том как студент академии как студент академии пока только серебром тренируетесь на окошках на серебром только да у меня просто вопрос такой вот лидия тогда к вам наверное вы как бы это сформулировать вам не сносит голову немного от того когда вы держите в руках какие-то супер дорогие материалы и каждый день с этим имеете дело знаете в основном материал который я держу в руках охотно в каком-то неприглядном пластиковом пакетике такой немного немножко об копченый поэтому меня от него голову не сносит но слитки золота слитки золота да периодически покупаем красивенькие я их фотографирую и вот отдаю на переплав вот на самом деле я начинала с серебра то есть до сих пор половина моих коллекций это серебряные изделия просто спустя какое-то время пришла к тому что серебро очень сильно царапается темнеет гнется и все остальное но зато аллергия нет от золота тоже может не быть аллергия аллергия такой момент то есть это очень индивидуально вот нам сегодня на улице встретилась девушка которая признала что аллергия на серебро по-моему в вопросе нашим прозвучит да а что-то хотел спросить что вдохновило вас вообще на то чтобы начать этим заниматься и были ли вы уверены в себе и в том что добьете да почему вот это нужная профессия ювелир ну я если честно не задумывалась о том нужна ли я кому-то нужна ли мне эта профессия все получилось очень естественно натурально я всегда любила очень малюсенькие минималистичные украшения которые буквально не нужно снимать когда ты идешь спать в которых ты чувствуешь себя как second skin и было несколько украшений которые стали частью меня и подвернулась такая прекрасная возможность поучиться ювелирному делу в тот момент я проживала в Бухаресте в Румынии и мне попалась школа прекрасная я там научилась базовому уровню ювелира и как только я туда зашла на собеседование я абсолютно не представляла мне всегда казалось что ювелирное дело это что-то просто космическое что-то какие-то магии волшебники там это все делают в микроскопах это все очень недосягаемо и буквально с пару предложений с моим будущим учителем я понимаю что я скорее всего научусь делать такие маленькие штучки сама и у меня глаза загорелись я просто начала делать и все окей ну должны сейчас прерваться коротко на новость рекламы буквально через две минуты вернемся мы продолжаем программу давай у нас сегодня ювелиры в гостях будущее и настоящее Лидия Хлинова и Том Каткевич здравствуйте еще раз вот мы закончили на том что Лидия рассказала как она решила стать ювелиром а теперь мы послушаем Тома да потому что необходимо ли вот быть там художником необходимо ли это образование чтобы быть ювелиром необходимо ли быть в союзе художников чтобы здесь в Латвии найти возможность узнаваемости там клиентов необходимы коллаборации с другими художниками ну про союза я не знаю я знаю что каждый делает по-своему и если коллаборация коллаборация тогда я думаю это очень самое важное если ты начинаешь потому что одному сделать все это невозможно вообще если ты стараешь делаешь все это ну ты не можешь все сделать и как я нашел этот мир ювелир это было после девятого класса я шел в школу дизайна Рига РДМВ и я придумал что идти на металл мне мама посоветовала ну металл это хорошо будет деньги да там делать колечки и я думал что она просто хотела чтобы я ей что-то сделал да какие-то серьги что-то подобие да и я там начинал учиться и мне тоже нравилось делать какие-то маленькие вещи копыряться и я больше с электроникой что-то сделал и тогда я увидел что я могу что-то сделать из драгоценного материала и и люди будут носить это и я думал что это же так круто что ты можешь что-то сделать и кому-то подарить и эти эмоции которые исходят от этого человека когда он получает этот этот подарок или произведение да произведение эти эмоции ты просто очень как заряжаешь себя и хочешь сделать это еще и это было что я почувствовал первый раз когда я что-то сделал и подарил кому-то а важно кто а тоже важно я думаю каждому клиенту или человеку которому ты делаешь это произведение да это очень важно посмотреть в глаза да посмотреть в глаза какой это человек потому что для меня у меня нету конкретного бренда у меня нету конкретного дизайна которого я делаю я больше говорю с людьми и я их узнаваю как какие они да и я хочу знать что они хотят и как они хотят и тогда мы делаем дизайн вместе я думаю это тоже один из концептов как можно делать ювелирные изделия это коллиберация коллиберация да с клиентом да да лидия а как вам удалось создать бренд узнаваемый и по-моему не будучи художником да не то что не художником да но не делая персональные выставки да я вам скажу что я считаю что то что я не училась в академии не было академического и художественного образования я думаю что мне это помогло очень сильно потому что когда ты в системе обучаешься у тебя есть множество влияний как от твоих коллег так от преподавателей тебя не направляют у меня случилось так что мне дали абсолютно базовый технический скил и дальше я сняла помещение в доме художников кстати может быть каким то образом я все таки хотела быть причастной рум 88 поэтому да это 88 комната находится на пятом этаже меня туда привели я 88 года рождения открыли двери из окна видно всю Ригу прекрасно рум 88 а что в этой комнате находится? в этой комнате находится моя студия мастерская шоурум куда можно прийти посмотреть всю имеющуюся коллекцию и также произвести индивидуальный заказ и вы ну вам эти коллаборации не нужны не нужны выставки совместные выставки ювелиров в Латвии как вот нужны? если честно я всегда пыталась быть подальше от всех ювелиров которые есть подполье? знаете с интернетом сейчас подполье трудно уйти не уйти это уже личное дело ты можешь сидеть на стуле и быть знаменитым в своей стране поэтому то что у меня не было никаких влияний и правил и изделия все из-за этого также асимметричные плавные и сделаны не по правилам скорее всего я думаю что это именно отличительная черта и то что нравится людям а когда успех пришел? что вы почувствовали в этот момент? или осознали успех? ну успеха я еще не осознала но я думаю что сразу с первой работы которую я сделала в школе это было кольцо которое до сих пор у меня есть в коллекции называется орбита с дымчатым кварцем я его сделала на уроке и поставила интернет у себя на инстаграме и у меня сразу посыпались вопросы сколько оно стоит и первая волна это были мои подружки которые захотели все все что можно было на тот момент сделать это была отличная аудитория на которой можно было потренироваться если у них что-то отвалилось сломалось они не будут писать негативный отзыв либо жаловаться что вот некачественные изделия они придут тебе скажут это сами мы улучшим технологию и сделаем все так чтобы было качественно и я думаю что постепенно счастливые обладатели изделий которые возвращаются через год я уже забыла что у них что-то было они приходят хотят еще люди женятся делают предложения потом дарят подарки на 8 марта все это так прекрасно и это дает невероятное количество эмоций если толстеет подруги или резко худеет кольца кольца можно уменьшить можно увеличить все можно сделать у нас а с янтарем вы работаете? с материалом я пока не работаю как-то не лежала душа к янтарю если честно до недавних пор но есть один проектик сделать янтарь в форме кубика и дальше его уже обыграть скорее всего в розовом золоте я думаю что это будет интересный момент потом да мы я работал с янтарем у меня были в школе мы учились про янтаря чуть-чуть историю и нам было всем надо было попробовать работать с янтарем как это есть как его обрабатывать да и тогда мы каждый могли придумать свой дизайн и сделать один один колец из янтаря да мягкий материал я думаю он царапается да он царапается да я не думаю что я бы работал в будущее с янтарем вот вот этом потому что это что он очень мягкий и он очень царапается и я думаю человекам не нравится изделие которое она носит он они быстро снашивается да и это очень важно интересная информация да у нас просто янтарь это золото нашего края по идее в прошлом году в Павловске люди нашли там гору янтаря чуть ли не на тысячу евро но сейчас янтарь набирает огромные обороты и я слышала что в Китае все визжат от янтаря узнали его да новый материал камень непонятно что что действительно люди покупают и ищут и ищут именно изделие зенитаря в современном исполнении именно поэтому у меня было желание изучить глубже эту тему но вот как мне оповестил только что Том материал мягкий а поскольку материал мягкий это намного усложняет работу и усложняет качество контролирования качество да и все таки хочется когда ты вложил столько труда в изделие хочется чтобы человек его носил долгие годы да а потом его передал это в наследство и через сто лет когда меня тут уже не будет кто-то откроет шкатулку а там будет это колечко выглядеть приблизительно так же как оно выглядело в тот момент когда оно было готово надевайте наушники мы сделали опрос на улице и послушайте людей что они думают на наши отвечают на наши ювелирные вопросы вы можете измельтировать ротас литинс нет нет неизмельс неожидан 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 лица неожидан 5-6 гражданин коврагов неожидан чё неожидан Наши любые сочетки. Много никакого. И это очень тяжело. Вы можете это ничего. У меня понравилось – это те, кто-то, кто-то, например, сомневается. Тот кое, да? Ускарс. У меня много металл, как сутрёбл или зелт. Ты как аллергия в пара с ней. Как вам это будет? Устит. Да, Ускарс. У вас есть какие-то? Коклород, да. Ну, там пара коклородов не подойдет. Это ваерок минимал. Ну, так, чтобы не было больших, как коклородов, это так милзий, слабая смолка теряет. Конечно. Какие? Бриллианты. Мне дарят. Разные люди? Нет, один. На видном месте должен быть бриллианты, нет? Ну, если очень большие бриллианты на видном месте носить, знаешь, ли мне руку отрвут. Ну, вот вижу кольцо. Да, намеис. Намеис. Это литовская и латвийская местника. Когда они ваеваде. А второе? Ну, это же Нилса. Да, да. Третье и латвийская. А что? Ну, это что? Богу веру. Крестик. Золото? Ну, конечно. Некоторым раид. Нет, ну, мне золото раид. Пирсиний тихо. Нет, но тут. А, ну, те раускарини. А, ракуни? Ну, да, по лето. Биже те арии. Не знаю, науды, чтобы не пирать. Лайки терять так много. Лобови, что-то не пирси. Пару носим. Ну, вот так. Многие люди скажут, что минимализм их привлекает. Это какая-то современная такая вот тренд какой-то. Да, я думаю. Всем нравится что-то попроще, да, чтобы не мешало. Полаконичнее. Да, да. Например, если ты будешь носить кольца с камнями большими, ты же должен работать, и тебе мешает это все. А если тебе просто колечко какое-то, ну, намесь, ну, он не очень. Минимальный. Минимальный, ну, я думаю, что его можно носить, он не мешает так очень. Не, ну, это как с практической точки зрения, но если бы все этому следовали, никто бы не ездил на больших там джипах, когда ты не можешь парковку найти, как бы ты же должен все равно показать, что вот он, я, вы меня тут заметьте, у меня вот цепь, если что. Ну, да, это от людях. Зависит от типа людей. Да, да. Но в данный момент даже те люди, которые привыкли носить бриллианты, что-то большое и броское, поскольку минимально, эти люди обычно очень подвластны моде и тому, что сейчас диктуют какие-то журналы, тенденции. Поэтому сейчас даже те, кто любил большие серьги, переходят на какие-то маленькие штучки, потому что они смотрятся, наверное, как-то пикантнее и не спорят с естественной красотой, ну, я скажу, женского тела. Насчет мужчин, тем более минимализм, зачем мужчине большие вещи. Поэтому минимализм – это стиль в ювелирном направлении нашего времени. Ну, сейчас увеличивается вот количество ювелиров, потому что я верю, что в это время технологии действительно можно нарисовать, перевести, кто-то переведет это в 3D, и потом это же могут напечатать. Тем более, это такая профессия, где ты можешь прийти и поставить пробу на ювелирное. Или нужно какой-то сертификат специальный, что это ювелир или что-то. Можно прийти в правберную инспекцию частным образом и тебе поставить пробу, конечно. Но я вам хочу сказать так. Принтер, который печатает уже в металле, в наших краях он недоступен тоже. Они есть в Америке, есть в Японии, может быть, еще где-то есть, которые печатают золото. Есть в Германии, есть многие, где печатают золото. Но получаются ли они сразу такие идеальные и готовые под закрепку изделия? Ну, конечно, нет. Все время есть какая-то обработка. Обработка. Какой-то дефект. То есть изделие должно быть еще прилично обработано, они закреплены и все прочее. А Том побывал на выставке в Германии недавно, на какой-то передовой, так понимаю. Да, я был в выставке Inorgenta. Да, и что в будущем? Да, и там все. Заглянул в будущее. В будущем, ну, честно, я там был три года подряд. И каждый год меньше и меньше инструментов. Ну, там эти плоскогубцы, всякие такие простые инструменты для ювелера. Их меньше и меньше. Теперь эти 3D принтеры, они становятся дешевле, они становятся поменьше и... Качество, наверное, печати. Да, качество тоже идет наверх. И это самое, куда все идет, это 3D. И все будут делать 3D. И я думаю, все идет так, что тебя не надо почти не знать ничто. Технологию. Технологию. Связывать на мере уже не нужно. Да, можешь нарисовать на бумажке, что ты хочешь, и дать дизайнеру, который может это сделать в 3D. И ты можешь с ним говорить, как бы что-то поменять. И это очень быстро происходит и очень легко. И многие большие компании это показывают. Потому что, когда я начинал работать с ювелирным изделием, и я думал, что это... Если ты что-то сделаешь руками, это надо показывать, что ты с руками все делаешь. И если ты делаешь с машиной какой-то, принтером... Надо скрывать. Надо скрывать. Потому что это уже... Да, ты же ничего не умеешь там нарисовать. Да, это уже неинтересно. А теперь люди, они показывают, что, во, мы делаем 3D, и многим клиентам это интересно. Они хотят изделия, которые сделаны с компьютером. И это не поверхностно, эти люди не поверхностные? Потому что в телефоне можно клип снять, сфотографировать, только телефоном. Можно стать художником, сказать, что вот эта полоса коричневая. А теперь такое время, я думаю, это все, когда фильмы было очень трудно снимать, теперь все снимают фильмы на телефон, бросит YouTube. YouTube — это новый телевизор, где все смотрят, все могут сделать свои радиоканалы, да. Это теперь... Важен результат больше и качество. Как выглядит, да. То есть замок не нужно самому делать, да, для цепочки? Желательно, чтобы его сделали в Германии. А просят вот не себя украсить и сделать из себя статус, а украсить какую-то статусную вещь, как раньше вот оружие украшали люди, потому что оружие — это был такой вот символ... Ну, рукоятку там, да. Да, а сейчас телефон может быть или что? Что сейчас является символом твоего статуса? Что просят еще больше украсть? Украсть или такие к вам просьбы не поступали? Меня в основном себя украшают. Хотя вот какое-то время назад был заказ, нужна была шпажка для сигары. То есть выполнена в серебре с топазом. Это был такой авторский подарок. Вот. Я очень была удивлена, что шпажки для сигар существуют. Ну, видимо, этот человек себя уже украсил до конца и принялся за шпажки. Когда я думаю, что все есть, то очень сложно придумать, что бы еще можно было бы сделать. И ювелирное исполнение любой вещи или... То есть это символизм, это, опять же, статус. Можно сделать красиво, долговечно. Но к выставке вы идете, я все намекаю и намекаю. К выставке, вот, чтобы это было как произведение искусства... Ну, нет, это и есть произведение, да, но вот собрать и... Собрать с работой? Да. Ретроспективу? Да. Ну, я, наверное, до выставки еще пока не дошла. То есть будет более цельная коллекция, обязательно сделаем. Высказывание. Ну, а для Тома выставка в Академии, наверное, пространство имеется там. Ярмарка проводится каждый год. Да, ярмарка – это большая выставка. Ну, это, не знаю, я думаю, что выставки – это очень тоже интересные. Индивидуальная вещь. Потому что если ты делаешь ювелирные изделия, чтобы продать их, они должны быть минималистические, маленькие, чтобы они были подешевле. А если ты делаешь большие украшения, там, ну... Wearable art. Да, что-то большое. Ну, вот это ты не можешь продать. Ну, я думаю... Но можешь получить статус. Да, ты можешь сделать выставку, там, какие свои работы, показать, что ты можешь своими руками сделать, что-то большое, красивое. Ну, думаю, вот так надо идти на выставки, что-то... Вау, эффект получить, что-то такое. Ты видишь, так, вау, это круто, да, вот что-то такое надо. Ну, для дебюта это возможно тоже. Ну, да, я больше представляю, наверное, коллаборацию с каким-то художником, возможно, скульптором. Сделать большие изделия из мрамора и в масштабе маленьком, то есть что-то золотое, либо что угодно. Ну, кстати, о выставках. В прошлом году вот французский коллекционер, девушка, женщина, привозила ювелирные изделия, сделанные знаменитыми художниками. Там Пикассо был, Идалии, Морфом. Были там, да. Просто лучшее, что случалось со мной в прошлом году в плане выставок. Ну, а вот вам, просто мне вот такая тоже идея закралась, как бы эти изделия, они стали известными только благодаря тому, что их сделали знаменитые художники, которые ювелирами-то и не являются. Ну, да, они в чем-то другом, да. Но они как бы получили вторую жизнь за счет этого, эти изделия. Вот вам важно, чтобы ваши изделия тоже как-то получили какую-то вторую жизнь за счет вот какого-то, то ли они попали в руки кому-то, то ли они оказались, или уже такое случалось. Я думаю, что каждое изделие имеет вторую жизнь, просто тут вопрос, было ли это сделано публично и представлено общественностью, либо кто-то носит это каждый день, радуется и получает не меньшее количество эмоций от своего изделия. Сейчас мы придем к нашей любимой рубрике «Принципы жизни», «Правила жизни», «Законы жизни», какие у вас есть. Я хочу в конце программы сказать спасибо большое Камиле Ли Дадулаговой, моей подруге. Она меня просветила немножко перед эфиром, она ювелир потомственный в ювелирном искусстве. Вот она сейчас нас слушает в Москве. И кто будет первой? Я думаю, Том. Хитро. Ну, не знаю, я думаю, самое важное найти какую-то профессию или что-то, чем заниматься, которая греет твою душу, и тебе интересно это делать каждый день. И найти эту вещь, и стремиться на это. И если появляются какие-то другие вещи, не надо на их смотреть, и надо идти на одну конкретную цель. Да, я думаю, это самое главное, и как найти свой путь, когда ты, ну, поставить метку и поехал. Да, это, я думаю, как надо, ну, тогда ты, когда ты идешь, тогда ты можешь видеть, что, где идти, может быть, это не нравится, и тогда ты можешь подвинуться в другую сторону, да, и, может быть, что-то другое делать. Ну, тогда, если ты идешь, тогда ты идешь. Лидия, что у вас? У меня, наверное, самое важное – это баланс. Баланс между отдыхом, работой. То есть нужно хорошо работать, уметь хорошо расслабляться. А также очень важно определить, чего ты действительно хочешь. То есть сесть, выделить этому время, подумать, возможно, распланировать, что хочешь, чтобы когда случилось. Потому что все мы хотим все, и это крутится в голове. Но самое важное – это сформулировать, как вот на уроке. Написать вопрос, написать ответ, и таким образом становится легче идти к своей цели. Ура! Спасибо большое! Давай! Что такое? Лидия, что-то не... А, да, я хотела отметить, что вот вчера было 8 марта, и мы от РУ-88 всем нашим девушкам прекрасным предлагаем кольцо с Меркурией. Окей, спасибо. Это специальная цена – 88 евро. Класс. Да, спасибо. Я даже знаю, что к этому добавить. Спасибо большое, дорогие гости. Программа «Давай» следующую пятницу выйдет. Да, и хотелось бы, чтобы мы ко всему ювелирно относились, наверное. Увидимся. Ура! Пока! Давай! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...